МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга. И я расскажу вам о главных новостях Ленинского района. Состоялось внеочередное заседание районного совета депутатов. В каждом населенном пункте действительно была проведена большая работа по публичным слушаниям, и все пожелания потом обсуждались. 5-й муниципальный форум «Управдом» прошел во дворце спорта «Видное». На территории Юг, наверное, это самая активная ассоциация, к которой мы общаемся. Финал конкурса «Педагог года» в видновской школе номер 10. Время, наш, и я в бой! Вся гимназия с тобой! На внеочередном заседании Совета депутатов Ленинского района присутствовали 19 народных избранников. При имеющемся кворуме депутаты рассмотрели вопросы, внесенные в повестку дня. В здании администрации состоялось внеочередное 24-е заседание Совета депутатов Ленинского района. Основным вопросом было утверждение проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения «Молоковская». При анализе современного использования поселения был выявлен дефицит различных объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ, детских садов. Расчет потребностей производился на основании действующих региональных нормативов градостроительного проектирования. Перед заседанием проект неоднократно обсуждался профильной депутатской комиссией. Народные избранники пришли к выводу, что генплан не противоречит градостроительным и юридическим нормам. Подытожив все ответы, все вопросы, изучив досконально, с учетом даже вновь обратившихся требований жителей сельского поселения «Молоковская» уже вчера, и эти вопросы мы затронули, обсудили, было принято решение большинством данный генплан поддержать на Совете депутатов. Документ вызвал большой общественный резонанс, особенно у жителей «Молоковского» поселения. Депутаты проводили встречи, чтобы ответить на все вопросы и успокоить жителей. В основном коренное население, все хотят жить по-человечески, да, мы живем в 21 веке, рядом с Москвой, и хотят детей водить в садики рядышком с домом, не везти их, неизвестно куда, в школу, в больнице. Поэтому я прошу поддержать. И вот эти вопросы, которые мы обсуждали, это из них 99% проблемы надуманы. Генпланом предусмотрено устойчивое развитие территории на много лет вперед. Помимо жилой застройки в поселении появится 50 детских садов, 30 школ, 12 поликлиник, 5 больниц, спортивные и другие социальные объекты. Также без принятия проекта невозможно постепенное улучшение транспортной инфраструктуры, расширение и строительство дорог. По словам главы Ленинского района, документ позволяет смотреть в будущее и работать на перспективу. «Принимаемый генплан носит в себе все те рекомендации, которые вырабатывались в течение последних двух лет. И ни разу никто никому не отклонил пожелания, в том числе жителей, которые собирались и обсуждались, вот как было Виктору Алексеевичу озвучено, в каждом населенном пункте действительно была проведена большая работа по публичным слушаниям и все пожелания потом обсуждались». В итоге депутаты проголосовали за утверждение проекта большинством голосов. Вторым пунктом повестки был вопрос передачи районными властями муниципальных бюджетных учреждений в собственность администрации городского поселения «Видное». Данное решение также принято большинством голосов. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, «Видное ТВ». Депутаты Московской областной думы приняли законопроект, согласно которому граждане, ухаживающие за тяжело больными инвалидами 1-й и 2-й групп после прохождения обучения смогут получать ежемесячную выплату в размере более 18 тысяч рублей. Такую меру социальной поддержки предлагается установить при условии прохождения обучения в государственных организациях социального обслуживания Московской области практическим навыком общего ухода за тяжело больными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами. По информации Всероссийского общества инвалидов в Московской области проживает 565 человек, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Во дворце спорта «Видное» состоялся пятый муниципальный форум «Управдом». Традиционно в формате вопрос-ответ гости встречи смогли обсудить интересующие их темы с представителями коммунальных служб и сотрудниками администрации Ленинского района. Какие вопросы стали наиболее актуальными, расскажет Юлия Погасьян. Три года в Ленинском районе существует Московское областное отделение Ассоциации председателей многоквартирных домов, инициатором создания которого была активная жительница муниципалитета Людмила Лернер. Ассоциация объединила сотни неравнодушных к проблемам своих поселений людей. Все вместе они решают насущные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сфера ЖКХ, она сложная. Три года подряд мы с отделом благоустройства ездим по три раза в каждый двор, который входит в эту программу, и ведем беседы с жителями. То есть у нас полное взаимодействие. По инициативе губернатора Московской области в регионе зародилась традиция проведения открытых муниципальных форумов «Управдом», на которые приглашаются представители местной власти, организации жилищно-коммунального хозяйства, члены ассоциаций и жители. В формате вопрос-ответ открыто обсуждаются темы благоустройства. В Ленинском районе в этом году прошло четыре выездных форума в различных поселениях муниципалитета, а итоговый пятый организовали во дворце «Спортовидное». Мероприятие посетила заместитель руководителя главного управления региональной жилищной инспекции Светлана Выборова. У нас очень хорошее взаимодействие налажено между государственной жилищной инспекцией и ассоциацией советов председателей многоквартирных домов. Они участвуют в наших проверках, помогают проверять подъезды после проведенных ремонтных работ, участвуют в ходе контрольных мероприятий по подготовке домов к сезонной эксплуатации. На территории ЮГ, наверное, это самая активная ассоциация, с которой мы общаемся. Высокую результативность работы ассоциации многоквартирных домов и форума «Управдом» отметил и глава Ленинского района Валерий Венцель. Он напомнил всем присутствующим, что администрация муниципалитета всегда готова к конструктивному сотрудничеству и делает все, чтобы жизнь людей была комфортной, особенно в непростой зимний период. Зимний сезон у нас открыт достаточно активными осадками. И здесь основная задача всех служб района, всех контролирующих органов в том числе, чтобы территория, особенно общественная территория, наше пространство, наша дорожная инфраструктура находилась в нормативном состоянии, вовремя убиралась и реакция на какие-то замечания от наших жителей была в свое время. Так или иначе, почти все вопросы гостей были посвящены уборке улиц от снега. Также людей интересовала тема раздельного сбора мусора. Напомним, с 1 января будущего года в Московской области вступает в силу закон о сортировке бытовых отходов. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное 2. В 26-й раз в Ленинском районе состоялся традиционный конкурс «Педагог года». 12 учителей прошли несколько этапов, прежде чем только четверо из них попали в финал. Торжественное мероприятие прошло в видновской школе номер 10. Наш корреспондент Анастасия Воронина расскажет обо всем подробнее. Лучшие педагоги Московской области работают в Ленинском муниципальном районе. Поверьте, это так. С таких приятных слов в видновской школе номер 10 начался традиционный районный конкурс «Педагог года». Из 12 участников в финал прошло только четверо. К завершающему этапу каждый должен был приготовить творческий номер. Председатель жюри Геннадий Киселев поделился критериями оценивания выступлений. Правда, раскрывать всех секретов не стал. Конечно же, творческий подход, конечно же, уровень профессионального мастерства, ну и все, что касается учителя в школе. Учителя на протяжении долгого времени готовились к этому конкурсу. Придумывали сюжет номера, подбирали костюмы, оформляли декорации и, конечно, много репетировали. Все началось так неожиданно для меня и внезапно, но подготовка была очень активной. Очень хорошо помогали мне мои коллеги из моей школы. Своих любимых педагогов пришли поддержать их ученики. Они нарисовали плакаты и придумали кричалки. Выступления получились очень яркие и необычные, с песнями, танцами и мини-спектаклями. Конечно, каждый педагог заслужил внимание и награды. Елена Савичева, учитель физики Видновской школы номер 10, получила особый подарок – приз зрительских симпатий. Учитель всегда как актер. Он заходит в класс и каждый урок – это школа актерского мастерства для любого педагога. Поэтому мы тут все были творцы, изобретатели и делились опытом. Определить победителя было довольно сложно, но благодаря большой поддержке зрительного зала и самому интересному творческому номеру, по мнению жюри, педагогом года и обладателем главной премии в 100 тысяч рублей стал учитель литературы и немецкого языка Видновской гимназии Евгений Кунавин. Все остальные финалисты также получили денежные вознаграждения в размере 75 тысяч рублей. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видноэ ТВ. Небывалый ажиотаж в Центральной библиотеке вызвал приезд народного артиста России Сергея Никоненко. Актер рассказал жителям о своем творческом пути, а также читал стихи. Наш корреспондент Арсений Рогозянский стал одним из участников вечера. И опять валы, взгорки, снег да елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он. Актера и режиссера Сергея Никоненко в библиотеку пригласила Марина Андрианова. Она признается, за успешность творческого вечера сильно переживала. Однако чувство юмора известного актера и давнего друга семьи ее приободрило. Я поделилась с Сергеем Петровичем, когда мы ехали сюда на машине. Я говорю, ну вот, зрители, конечно, так хотят вас видеть, да, так вот ждут встречи. Он говорит, человек 12-то будет? Я говорю, ну, конечно, будет. Он говорит, 14. На творческий вечер пришло гораздо больше людей, знающих Сергея Никоненко как замечательного актера. Познакомиться поближе с его творчеством, увидеть не с экрана, а вживую задать вопросы, позволила эта встреча. Сергей Петрович лично на меня, как человек и как актер, произвел невероятное впечатление. Это просто неизгладимое, я думаю, оно останется навсегда. Настолько тонкая манера читать стихи, настолько, видимо, у него добрая душа, настолько он глубокий человек. И из его рассказа мы это почувствовали. Помимо чтения стихов, Сергей Никоненко рассказывал о своих любимых ролях в кино и историях из жизни. Публика с живым интересом слушала актера. По словам заместителя директора Центральной библиотеки Елены Рогазянской, это один из самых запоминающихся творческих вечеров. Появление Сергея Никоненко в принципе в городе видно, это уже очень примечательное событие. А для библиотеки действительно очень большая честь принять у себя актера такого уровня. Накануне встречи за длительного перелета актер мало спал, но даже усталость не позволила ему отменить творческий вечер. В ходе встречи Сергей Никоненко смог тонко поймать настроение публики, которая отблагодарила его радушным приемом. Вышел на сцену, уже тебе не должно ничего интересовать. Здесь публика замечательная, умная. Я говорю, сколько я видел, сколько за мной повторяли стихи, по артикуляции я это заметил. Начитанная публика. И у такой публики получить хороший, добрый прием, это очень престижно. Зрителям творческая встреча с актером точно запомнится надолго. Однако Марина Андрианова не исключает приезда и других знаменитостей в Центральную библиотеку. Это Аристар Евгеньевич Ливанов, возможно, это Сергей Трофимов, наш певец, возможно, это будет Александр Розенбаум. Но пока обещать ничего не могу. Давайте поживем, увидим. В конце мероприятия все желающие смогли сфотографироваться с актером и взять у него автограф. Счастливые улыбки зрители, получивших поток ярких эмоций, говорили только об одном. Творческий вечер удался. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. О самых интересных событиях выходных дней расскажет Сергей Ларин. Привет, Сергей! О чем стоит знать нашим телезрителям? Привет, Дима! Сейчас я расскажу, как и где провести грядущие выходные, если вам скучно сидеть дома. Итак, поехали! Начните субботний день с заряда бодрости и хорошего настроения. Расторгуевский парк приглашает всех желающих на занятия по скандинавской ходьбе. Этот спорт доступен и полезен в любом возрасте. Старт запланирован на 9.30 утра. А во дворце спорта пройдет 10-й открытый кубок Ленинского муниципального района по карате. Юноши и девушки от 8 до 15 лет продемонстрируют свое мастерство в борьбе за призы и награды. Начало в 10.00. В 12.00 Центральная библиотека приглашает всех желающих на занятия группы здоровья. В программе лекция о здоровом питании и тренировка по скандинавской ходьбе. А еще в эту субботу, там же, в Центральной библиотеке, состоится мероприятие под названием «Литературное видное». Писатели и поэты Ленинского района подведут итоги литературного года и поделятся своими творческими планами. Будут звучать хорошие песни, стихи, шутки и юморески. Приходите на встречу с талантливыми земляками. Все начнется в 15.00. В воскресенье 16.00 декабря музей-заповедник Горки-Ленинский приглашает всех на джазовый концерт. В программе танцевальная музыка эпохи биг-бендов в оригинальных аранжировках 30-40-х годов. Начало в 14.00. Билеты приобретайте в кассах музея. В этот же день, но в 15.00, в Центральной библиотеке состоится праздничный концерт «Волшебство музыки». В концерте прозвучат песни и инструментальные композиции в исполнении юных талантливых видновчан Полины Губернаторовой, Екатерины Кирилловой и скрипачей ансамбля «Виола». И в заключение о кино. В кинотеатре «Искра» вышел в прокат новый триллер «Близнецы». По древней легенде демоны охотятся за душами близнецов, чтобы завладеть их телами в реальном мире. После потери одного из близнецов в природах Мэри испытывает постоянный страх за второго ребенка. Но чем сильнее ее страх, тем острее его чуют демоны. И тем ближе они к близнецу. Возрастное ограничение 18+. На этом у меня все. Надеюсь, что в эти выходные никому не будет скучно. Дима? Большое спасибо, Сергей. И о погоде. В субботу ожидается небольшой снег, минус 5 днем и до минус 10 ночью. Ветер северный – 3 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова